25 февраля около тысячи человек вышли на улицы Екатеринбурга. Члены профсоюзов требуют от работодателей в условиях кризиса не складывать себе ответственность перед своими работниками. На плакатах такие лозунги, как «Рабочий не должен быть бедным». Люди также обращаются к местному правительству с требованием лучше защитить права рабочих. Организаторы акции заявляют, что больше не могут молчать, и общество должно быть хорошо проинформировано о настоящем положении в стране. Однако председатель профсоюза энергетической компании Михаил Попов не надеется на то, что кто-нибудь прислушается. «Надежды, что что-то произойдёт после битвы сразу же, мало. Потому что у нас власти не привыкли слушать народ. Они слушают только тогда, когда что-то случается серьёзное. Либо им просто, так сказать, другого выхода нет. А мы, как защитники интересов работников, конечно же, обязаны реагировать на ту ситуацию, которая сейчас сложилась». А вот председатель Свердловской Федерации профсоюзов Андрей Ветлушских призывает недобросовестных руководителей компаний и работодателей к более активной реакции. «Мы будем требовать более жёсткого законодательства для тех, кто в кризис продолжает мирно и расслабленно работать свою работу, вместо того, чтобы эффективно защищать интересы людей». По данным Федерации профсоюзов, на данный момент у региональных компаний имеется долг по выплате зарплаты в размере более 100 миллионов рублей. Сокращению подверглись более 50 тысяч человек.